В Москве завершается строительство новой эстакады через Павелецкую железную дорогу. Пятипровод свяжет Чертаново, Западное и Восточное Берелёво. Водителям больше не придётся и выезжать на МКАД, а значит на дорогу идёт несколько минут вместо получаса в пробках. Ну а на этой эстакаде сейчас работает наш корреспондент Максим Апарин. Максим, здравствуйте. Когда строители обещают открыть движение по эстакаде? Да, Ирина, ну ждать действительно осталось совсем недолго. Тем более, что здесь, на элеваторной улице, где мы сейчас находимся, рабочие занимаются, ну что называется, такими последними приготовлениями. Сама эстакада, которая пойдёт через пути Павелецкого направления, уже готова, а строитель занимается, так скажем, дорожной инфраструктурой. То есть укрепляют отбойники, устанавливают защитное ограждение и параллельно с этим готовят саму эстакаду уже к покрытию асфальтобетоном. Сама эстакада, это часть большой трассы, которая фактически объединит в одну магистраль элеваторную улицу и улицу подольских курсантов. И вместе с этим свяжет между собой Липецкую улицу и Баршавского шоссе. Как вы сказали, действительно, жители нескольких районов, это восточная, западная Бирюлёво, центральная и западная Чертаново, смогут теперь не выезжать на МКАД, не делать такого большого круга, как приходилось раньше, а экономить значительное количество времени. Раньше для того, чтобы нам было необходимо попасть из одного района в другой, нам нужно было выехать либо на МКАД, либо ехать до развилки в Варшавское шоссе, Каширское шоссе. Теперь же это можно сделать беспрепятственно, то есть попасть не только к метро, допустим, Кантемировская или Царицыно, а на автобусе доехать до метро Пражская, это тоже улучшит транспортную схему. Но фактически это будет самостоятельный дублёр МКАД на юге. Тысячи автомобилистов ждут открытия этой эстакады, и, как нас заверили строители, она готова уже на 85%. Ждать осталось совсем недолго, как я сказал в начале. Открытие намечено на сентябрь этого года. Ирина. Максим, спасибо. О строительстве новой магистральной юги Москвы рассказал Максим Апарин. Продолжение следует...